В России не все хорошо, и в последнее время там как-то очень часто звучат слова, я вот хотел тебя спросить, это твой, как же называется, профессиональная сфера интереса, постоянно звучат призывы возродить СМЕРШ, СМЕРШ шпионам, да, ты сам как профессиональный разведчик, да, то есть чем отличается шпион от разведчика, то есть что разведчик наш шпион, а шпион их не разведчик, да, значит, вот такую службу хотят возрождать уже, там на эту тему много говорили, вот последнее новое заявление господина Гурулева, депутат Госдумы, который сказал, значит, будем вводить смертную казнь для всяких этих людей, которые поджигают вот лейные шкафы на железной дороге и так далее, давай вот его прямую речь послушаем. Я с коллегами разговариваю, которые в погонах ходят, мужики, ну а вот как? Они говорят, очень просто, посмотрите, как все происходит в республике Беларусь. Там, первое, смертная казнь, второе, там при попытке пожога лейного шкафа двоих просто на месте радостно завалили, тут же. Сели никуда не фиширая, сарафан на радио на всю Белоруссию моментально все разнесло. Больше поджогов релейных шкафов в Белоруссии нет. Проблема решена. Перенимать практики лучших. Ну, наверное, что-то надо делать. На мой взгляд, это вообще весьма актуально применять высшую меру наказания в отношении тех, кто совершает подобные террористические акты, тем более в стране, которая, ну, у нас война идет, война, о которой мы говорим, что она судьбоносная. Ну, с одной стороны, то, что они про это говорят по центральному телевидению в прайм-тайм, говорит о том, что проблема уже становится совсем не маргинальной, а очень даже мейнстримной. Для господина Гурулева хочу сказать, что, к сожалению, российское ФСБ, оно действует точно так же, как и белорусский КГБ. И у нас есть потери. То есть я знаю про четырех человек, которые были застрелены в процессе совершения тех или иных, значит, партизанских действий. Двое из правого движения были, двое из, там, друзей, с которыми я общаюсь, там достаточно часто, на Кавказе. Ну, то есть, в общем, это и так происходит, то, что они сейчас не могут никого достать по шкафам, а только потому, что они не могут, а не потому, что они не хотят там, значит, применять оружие и так далее. Тем не менее, вот как ты относишься к этой идее про СМЕРШ? Сделают они его или нет? Ну, с дурной головы всего можно ожидать. Вот, и вполне возможно, что они и до этого дойдут, потому что, в общем, все уже, там уже говорят про ГУЛАГ уже, что надо делать, что сажать всех надо, что вообще расстреливать всех надо. То есть, в принципе, до этого уже дошли, уже все, теперь паспорта уже надо сдавать, то есть, закрыли границы, люди становятся невыездными. Здесь у меня сомнений нет, что они до этого дойдут. Но самое главное другое. Чем дальше эта система идет в экстраординарных мерах, в несудебных мерах, чем больше это доказывает, что она слабеет, что она слаба. Потому что, если система сильная, то ей не надо ничего экстраординарного делать. Вот ВЧК возник почему? Потому что большевики не хотели судиться ни с кем, они не хотели нормального учредительного собрания, и поэтому они сделали ЧК, потом ВЧК, потом ГПУ, потом УГПУ, потом НКВД и так далее. И все это дело было внесудебное, при Сталине были тройки, не было судов, хотя у них суды тоже были, они тоже организовывали какие-то там показательные процессы, но когда надо уничтожать большое количество людей, то вводятся внесудебные вещи, и это вот так же, как упоминание Путина про ядерное оружие. И то, что каждый раз, когда он упоминает про ядерное оружие, это он признается в том, что у него все идет не по плану, что на самом деле ничего у него не получается, и ему каждый раз надо напоминать, что вот не дай бог вы там тронете нас, у нас есть ядерное оружие, мы можем ответить. Вот, и эта штука, вот СМЕРШ, это тоже ядерное оружие. В судебной системе такое же ядерное оружие, то есть просто это признается, что мы, так сказать, российская система, начинает действовать по законам военного времени. Кстати, Путин не ввел законы военного времени по всей России, он все еще говорит о специальной военной операции, хотя была уже объявлена мобилизация, объявлено военное положение, градуированное, там в 4 градуса у него существует. Вот, но в любом случае СМЕРШ, это почему? Потому что террор, нужно государственный террор. То есть когда народ перестает бояться власти, тогда у власти есть, остается только одно средство, это государственный террор. Но этот самый Гурулев, он на самом деле такой, не самый умный человек в мире, вот, если не сказать по-другому даже грубее, что просто идиот. Потому что статистика мировая говорит, что смертная казнь вообще никогда не работает, ни в одной стране, ни в одном государстве смертная казнь не работает. Потому что смертная казнь, ну, на кого-то, на кого-то там действует, но на бандитов не действует. Даже есть статистика средних веков, когда вот там бандитам, ворам отрубали руки. Так вот, записано это, это формализовано, это где-то есть там свидетельские показания, что самое большое воровство происходило на площадях, где собирали кучу народа, чтобы смотреть, как воры отрубают руку. И в это время воры отрезали кошельки у всех тех, которые смотрели на эту отрезанную руку. Вот, и это доказывает, и любая страна, в любом государстве в любое время доказана статистика, что вы можете делать все, что угодно, ведь Сталин тоже делал это, пытался делать там в 30-е годы, колоски там, за колоски там сажали, смертную казнь какую-то вводили. Это не работает в позитивном плане. То есть, людей этими делами нельзя сподвигнуть ни на какие позитивные моменты. И испугать нельзя, потому что люди, которые, строго говоря, занимаются партизанщиной внутри Российской Федерации, они прекрасно понимают, чем сейчас им это грозит. Потому что в нынешней Российской Федерации пусть есть мораторий на смертную казнь, но когда вы появляетесь на зоне, оказываетесь на зоне, вон сейчас Навальный исчез на шесть дней. Никто не знает, что с ним происходит. Пожалуйста. И это Навальный, потому что он известная фигура, потому что он человек, которому прикован мир. Вот мне уже сегодня канадцы звонили, и мы с ними договорились об эфире завтра, потому что их беспокоит судьба Навального, потому что просто известный человек. А если человек неизвестный, да он просто в этой тюляге, просто ему финку в бок воткнули, и забыли про это дело, классифицировали как типа моножовщина внутри зоны. Даже искать никого не будут. Или найдут, ну скажут так, сами виноваты были, он сам был виноват, там спровоцировал инцидент, дадут каким-то там два года какому-нибудь там урке уголовному, и всё. Или человек подхватит там туберкулез, или подхватит СПИД, и опять же в отсутствие медикаментов и нормальной медицины помрёт в этой зоне через год, через два, через три. Так что, в общем, смертная казнь в Российской Федерации существует. И на самом деле, ведь сейчас идёт война, то есть сейчас работает смертная казнь на фронте. Человек, который воюет с Россией и в Украине с украинской стороны, и человек, который воюет против Украины с российской стороны, и те, и другие, подвержены смертной казни. Пулю получил, всё, до свидания. Чёрный пакет и к родственникам, в лучшем случае, а в худшем прям там и бросят в полях украинских. И ты уже рассказывал о россиянах, которые воюют вместе на стороне украинцев. Они, ребята, крутые. Они понимают, за что они воюют. И они, кстати, ну там можно с ними подпорить по поводу политической составляющей, идеологической составляющей, но то, что они не боятся смерти, то, что они готовы идти на смерть ради идеи, и это совершенно всем понятно. И кого он хочет запугать-то, вот этот самый Гурулёв? Кого? Ребят, которые... Ну, я понимаю, там, пацанов, там, 16-летних, которые отвинчивают гайки у поездов, чтобы пускать поезда. Да и то. Пацаны-то, кстати, на самом деле вообще к жизни относятся гораздо проще, чем взрослые люди. И, кстати, поэтому и самоубийство среди подростков больше, выше всегда. И чего? Смертную казнь хочет запугать подростков, у которых и так там 15% самоубийств насчитывается в крупных городах. То есть это всё, конечно, абсолютно не рабочая версия, но это версия для власти, чтобы показать, вот мы, видите, какие крутые. Вот мы такие вот с телевизионного экрана, такие вот мужики, всех расстреляем. Ну, Илья, мы смеялись в свое... Месяца два, наверное, назад, или месяца три назад, когда, значит, Медведев собрал директорок предприятий и зачитывал им какую-то сталинскую телеграмму, что буду вас расстреливать, если вы там что-то не сделаете. Ну вот это просто анекдот, да? Дима Медведев, там алкаш фигов, значит, читает телеграмму, что вот вы там это расстреляли. Кого они расстреляли? Пригожина они расстреляли. Вот если бы они были такие крутые, почему они его не вывели на Красную площадь и не расстреляли? Почему они 35 командиров вагнеровцев, вот когда Путин с ними встречался 29 октября, почему они их прямо в Кремле не поставили к стенке и не расстреляли? Сказали бы, вот видите мы, какие крутые. Какие они крутые? Путину пришлось, значит, заваливать Пригожина, извините за выражение, с помощью авиакатастрофы и к тому же еще свалить, что типа они там между собой кидались гранатами и, значит, так сказать, чего-то у них там по пенке произошло, нанюхались кокаина и стали бросать друг другу гранаты. А сами-то они никого не расстреляли. Кого расстрелял Путин? Вот взорвали, допустим, в прошлом году Крымский мост. Вот, ну, украинцы, да, говорят там, россияне говорят, что украинцы. Значит, есть, по крайней мере, куча народу, которые проспали все это дело. Начиная с Патрушева. Вон три дня до этого, то есть вот 8 октября был этот теракт, 5 октября Патрушев собирал совещание в Крыму по обеспечению безопасности Крыма. Там были все руководители ФСБ, Росгвардии, там, Министерство обороны, все-все-все-все-все региональные руководители. Кого Путин расстрелял после этого дела? Кого? Где? Кого сняли? Кого сняли? Там, я не знаю, два дрона ударили по Кремлю, столицу нашей Родины, так сказать, да, главной чуть не по тому зданию, этому самому залу заседания, где Путин принимал решение 21 февраля о том, что, значит, аннексировать, и где блеил Нарышкин, вот я это помню, да, ударил два дрона. Кого расстреляли? Коменданта Кремля расстреляли? Начальника ФСО расстреляли? Директора ФСБ сняли? Патрушева сняли? Кого сняли? Начальника ПВО Москвы сняли? Начальника ПВО страны сняли? Кого сняли? Где, когда расстреляли? Вот они все рассказывают, это все, ты знаешь, ну, так смешно, это того божества все это дело, но надувают щеки. То есть, грубо говоря, это люди, которые в прямом эфире, значит, выходят в телевизор и, значит, изображают из себя крутых мужиков. Это как вот этот Жопа, Жога, да, которого даже Гиркин говорил, у него там медаль за Славянск, за Славянск, я не знаю, где там, на ударение правильно ставить, вот, а он там никогда не был, потому что я, Гиркин, я, Гиркин, это все устроил, я бойню это устроил, и потом я говорил, что надо сделать эту медаль, и я раздавал эту медаль, и никакого этого Жоги близко не было к Славянску. И все. А вот теперь он ходит там, обвешанный полковник какой-то, он сроду никогда ни в какой армии не служил, он вообще бандит, пьянь какая-то подзаборная, бомж из Донецка, или там из Луганска, я уже не помню откуда. Без разницы, кстати, откуда он. Вот. И все надувают щеки. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok